Уважаемые коллеги, как все это радует сегодня видеть, в стенах нового каворкинг-центра... Это первая встреча бизнеса и власти в новом каворкинг-центре отмечает в начале первой замглавы района Ивана Станин. Это станет доброй традицией, подчеркивает он, обсуждать на этой площадке вопросы, проблемы, делиться опытом и достижением в сфере бизнеса. И такой формат общения, продолжает Дмитрий Левитин, будет не раз в год, а по мере необходимости. Мы видим, что скопилось большое количество вопросов. Сегодня вы, опять же, видите, что в администрацию без проблем можно всегда подойти и сразу же попасть на прием в главе для того, чтобы обсудить те или иные вопросы, связанные с развитием вашего бизнеса. Мы так понимаем, до этого были какие-то административные барьеры, бумаги ваши, которые вы направляете в администрацию, многие пропадали и оставались без ответа. Теперь, заверяет Левитин, процесс организован по-другому, никаких барьеров, но и сами бизнесмены, говорит замглавы, должны быть активнее в вопросах своего продвижения. В частности, на этой встрече обсудили вопросы о содержании территории предприятий в зимний период, говорили о заключении договоров на вывоз мусора с единым оператором. Его представитель еще раз обратил внимание на новый 88-й федеральный закон, ответил на заданные по теме вопросы. А также затронули тему изменений в налоговом законодательстве. И немного о самом Коворкин-центре. Его площадь 330 квадратных метров, он расположен по улице Тельнова в торговом центре «Альянс». Здесь можно арендовать мини-офис, рабочее место, провести переговоры. Марина Ванюшкина, Олег Макаров, Дмитрий Кузякин. Наше время.